В виртуальной академии русскоязычного еврейского наследия. И я хотел бы сказать, что у нас тяжелое время сейчас, и я понимаю общее настроение. Но, тем не менее, у нас завтра наступает Пурим. У нас это у всего еврейского народа, где бы он ни жил. И Пурим, наверное, как мы написали в аннотации к нашей сегодняшней презентации, это самый лучший еврейский ответ на тьму окружающей действительности. Это ответ, который говорит о том, что несмотря на то, что бы ни произошло, и какая бы опасность ни угрожала миру, все равно добро победит, зло будет наказано. И в этот день, который мы, это заповедь, мы должны отмечать с весельем и радостью. Наше веселье и радость будет посвящена тому, что действительно победит мир, победит добро, и зло будет наказано. Итак, друзья мои, сегодня наша тема посвящена Пуриму и определенному его аспекту. Этот аспект – это костюм. Итак, мы с вами в Академии русскоязычного наследия. И мы – это наш заместитель директора Алина Питель, и я – директор образования Игорь Котлер. И я очень рад представить вам нашего презентера сегодня. Это Андрей Боровский. Андрей Боровский – культуролог, историк, музеевед, специалист по самому широкому аспекту знаний в области культуры. Мы знакомы уже не один год с ним, и у него сейчас глубокая ночь. И я благодарю за то, что Андрей нашел время и возможность не спать, а сделать нам презентацию. И тема его безумно интересная, интригующая тема – это история еврейского костюма. Андрей, пожалуйста, я прошу вас. Но перед этим я хотел бы обратить внимание всех, что наши презентации оказываются возможными благодаря вашей финансовой помощи. И хотя мы делаем эти презентации бесплатно для вас, но подобно тому, как сейчас делают многие музеи, мы хотели бы обратиться к вам и попросить. Мы сейчас дадим линк на нашем чате, чтобы вы дали пожертвование, донейшн, на возможность поддерживать нашу дальнейшую работу нашей академии и поддерживать наши дальнейшие презентации. Спасибо, и, Андрей, вам слово. Спасибо большое, спасибо, и, Галя. Действительно, самые главные слова – это о том, что все мы ждем Пурим. И, ну, не знаю, мы в России, евреи в России ждут Пурим, наверное, как никогда прежде. Надеюсь, что этот день как-то изменит трагизм той реальности, в которой мы все пребываем. И то, что греет мое сердце, то, что границы еврейского мира, они проходят совершенно по-другому. И то, что разрывает сейчас не только страны Восточной Европы, но и весь мир, это, в общем-то, не касается тех не просто дружественных и коллегиальных связей, а совершенно родных связей, которые связывают всемирную еврейскую общину. И особенно я благодарен вам, дорогие слушатели, потому что вот когда для нас здесь сейчас сужается весь наш мир очень заметно, да, и один за другом, и стайку наискосок нас покидают не только производители товаров, но и социальные сети, и как бы даже Zoom сейчас в России. Это такая персона Нонград. Я очень рад, что я вызываю ваше внимание и благодаря вашему вниманию понимаю, что то, чем я занимался, еще пока кому-то нужно. Но будем говорить веселее и будем говорить все-таки про Пурим, потому что я постарался выбрать такой для Пуримской встречи, для Пуримского разговора, может быть, немножко необычный сценарий и вот этот вот ракурс этого взгляда. Да, когда мы говорим о Пуриме, у нас есть ассоциация с вот этой ежегодным празднованием, весельем, изменением своей обыденной реальности. Для кого-то только на один день, для кого-то на два дня, если вы живете в Русалиме, да, и окружены крепостными стенами. А вообще-то в светском еврейском мире Пурим, ну, не знаю, как Крисмас или Хэллоуин празднуется неделю до и неделю позднее, позже, потому что можно устраивать пуримские ивенты. А как понять, что перед нами Пурим, а не что-нибудь другое? Нарядиться. И вот эта вот деталь наряжается, есть хорошее старое русское слово «режение», да, то есть карнавальная такая эстетика Пурима, да, она стала привычной, но мы должны понимать, что она появилась какое-то время. Она не была всегда, и уж точно в Мегелат-Эстер про традицию переодевания не сказано ничего. Поэтому попробуем подумать, что же связывает вот эту вот традицию, которую мы сейчас воспринимаем как должное, с многовековыми и довольно непростыми отношениями евреев собственной одеждой. И тогда, может быть, нам станет понятнее, почему, в общем-то, заимствованный обычай стал настолько важен для евреев, почему он стал таким же обычаем праздника, как благотворительность, мышлах, монот, да, потому что, опять-таки, Пурим – это праздник после библейского происхождения, и его законы, его заповеди, да, они устанавливались мудрецами, и что-то было выбрано заповедью, как чтение Мегелат-Эстер, чтобы не забыть, а что-то стало обычаем, который появился еще чуточку позже. Итак, мы говорим перед Пуримом, мы говорим про одежду, мы говорим, может быть, о трагических страницах истории евреев, ну, как бы, куда ни посмотришь, у евреев любая страница истории, в общем-то, трагическая. Но по-пуримски мы знаем, что потом, в результате, все равно все кончится хорошо. Итак, если мы смотрим на разнообразие еврейской одежды, мы, во-первых, вспоминаем, что евреи в разные века живут в совершенно разных странах, естественно, одеваются по-разному, потому что еврейские обычаи будут разными во всех странах диаспоры, и польские евреи ничуть не похожи на евреев Марокко, а евреи Испании, ну, вот просто не имеют ничего общего, ну, скажем, там, с евреями где-нибудь на Ближнего Востока. Да, складывается своеобразие культур диаспоры. Вот эта иллюстрация из довольно известного, сделанного германского издания 19 века, с такой немецкой скрупулезностью, энциклопедия костюмов стран и народов мира. И это как раз страница, посвященная еврейскому костюму. Мы видим от Средневековья до 19 века множество самых разных костюмов, кто-то, может быть, узнает в нижнем ряду знакомые из разных стран, там есть и Россия, и Польша, и самые последние группы вообще караимы. А вот верхние посвящены Средневековью. И когда мы смотрим на эти картинки, которые многократно цитируются, мы можем обратить внимание на самое главное, то, с чего мы начнем наш разговор. С того, что евреи на самом деле переодеваются не по собственной воле, и много веков окружающий мир евреев переодевал. Поэтому, если спросить, а почему, какой, когда появился еврейский костюм? Ответ будет очень простой. Это тот костюм, в котором неевреи хотели видеть евреев. Эта история в Европе начинается с 13 века, с 1215 года, когда проходит 4-й Латеранский собор, то есть 4-й Вселенский собор Римско-католической церкви. Он проходит в Риме, в Латеранском дворце. Этот собор принимает множество очень важных решений, но среди них нам будет интересен тот, который касается евреев. 68-й канон деяний этого собора предписывает очень многие вещи для евреев и христиан в их отношениях. Например, запрет евреям нанимать прислугу из христиана, особенно держать в доме девушек и женщин в качестве горничных или в качестве воспитательниц для своих детей, и отличаться одеждой. Для чего это было нужно? Давайте вспомним это средневековье. И любое действие, оно несет очень важный философский аспект. Средние века – это не просто символ, это не просто показать что-то. Средние века в мировоззрении средневекового человека – это попытка освоить мир и навести в нем порядок. Мир становится все более и более сложным. И вот этот механизм разделить своих и чужих – это один из способов освоения мира. Кроме того, тот же самый канон «Деяние собора» подсказывает, чего же больше всего боятся авторы этих норм, которые на многие века станут определять отношения еврейского меньшинства в христианской средневековой Европе. Перед лицом плотского и духовного смещения. Вот этот страх, что может смешаться, нарушить какую-то устоявшуюся гармонию и обычай еврейское и христианское, оно показывает, что евреи есть, христиане есть. Мы ходим по одним и тем же улицам, мы торгуем, мы пользуемся одними и теми вещами, мы друг другу нужны. Евреи очень нужны средневековому городу, они прекрасно там интегрированы. Но есть вещи, которые мы не знаем, а что будет есть. И вот что будет, если господин где-то в чулане с метелками прижмет свою горничную, и она в результате превышения должностных полномочий своего работодателя забеременеет и родит ребенка. Что будет с этим ребенком? Какая будет у него душа, еврейская или христианская? Вот эти вещи, которые на полном серьезе беспокоят средневековых мыслителей и богословок, вот они и приводят к тому, это самая главная причина, почему евреи должны отличаться. В деяниях того же собора, например, еще и устанавливается впервые, что священник и монах должен ходить в особой одежде постоянно. Ну, потому что это было бы слишком просто, да, уже не работает в мире, когда священник во время мессы в какой-то специальной одежде, а вот он вышел на рыночную площадь, и никто не может понять, священник он или нет. Да, он может торговаться, он может обсчитать, он может еще как-то себе вести. Нет, пусть он будет священником не только на работе, а во всех ситуациях. С этого же собора начинается и история разнообразных деяний монашеских орденов, которые сохраняются в западной церкви по сей день. То есть надо, чтобы по одежке было ясно, кто ты таков. И вот именно с этого, с Четвертого Латаранского собора, начинается шествие по Европе отличительных знаков или латок, как их называли, для обозначения евреев. В разных странах эти знаки были разные. Вот вы видите хорошо заметные нашивки в виде желтых кругов, в виде красно-белого круга. В Нюнберге носили красное сердце посреди плаща. То есть какие-то знаки, буквально латки, как заплатки, пришиваемые на одежду, они становятся на многие-многие столетия отличительным знаком для евреев. Вот эти знаки существуют с XIII века в разных странах примерно в 5 веков. А потом, когда они становятся неактуальны, евреи, очень многие из этих знаков не спешат с ними расстаться, потому что они их воспринимают как часть национального костюма. И со свойственной евреем, ну такой, как сказать, консервативностью, донашивают то, к чему привыкли, потому что даже с еврейского точки зрения это уже освещено традицией. Самый популярный в Европе знак – это был желтый круг или желтое кольцо. Иногда это была такая желтая веревка, желтый шнур, который нашивался на плащ. Почему желтый? Почему круг? Ну, говорят, что средние века это ассоциировалось с золотой монетой и намекала на главную профессию евреев в средневековом городе. Евреи – основатели банковской системы. То есть это менялы, которые дают в долг, которые меняют одну валюту на другую, которые свидетельствуют о подданности золота, могут взвесить. И именно это делает евреев очень важными и даже уважаемыми жителями средневекового города. Вот эти знаки, некий абсурд и парадокс, что это знаки, которые, может быть, клеймо неуважительности отмечают в чужого христианском мире. Но вместе с этими знаками евреи попадают не только в христианское искусство, но они попадают, например, на стены христианских храмов. Потому что в Италии в нескольких местах сохранились фрески или какие-то изображения на алтарях, когда в честь значимого для города события, обновления церкви, принято изображать донаторов, то есть спонсоров. И получалось так, что в каком-то городе, в Литшало-Церковь, приходят в том числе и к еврею банкиру. Говорят, слушай, у нас здесь такая проблема. Мы идем по всем богатым людям. Мы делаем ремонт церкви. Ты случайно денег не хочешь дать? И вот для того, чтобы удержать свое положение, чтобы участвовать в общем деле, еврейские банкиры, те же самые менялы, в том числе дают и пожертвования на социальные проекты, в том числе на ремонт христианской церкви. И в числе донаторов попадают в эти изображения. Вот тут такое изображение банкира с еврейской женой. И естественно, они попадают в христианскую иконографию вместе с этими отличительными желтыми кругами. Так что история, в общем-то, тоже как бы достаточно интересная. Конечно же, это была и возможность в средневековом законодательстве предложить жителям города следить, чтобы евреи не ходили без меток. В какие-то времена говорили, что если ты подойдешь и услышишь, что еврей замышляет что-то иное, ты должен обязательно доложить властям. А если ты встретил еврея, нарушившего этот обычай, этот принятый закон, то было еще и хорошее средство поощрения активного гражданина. То есть тот, кто нарушил законы одежды, штрафовался, а его одежда переходила доносчику в качестве премии. Если ты вышел на улицу без отличительного знака. Так что история сразу в XIII век замутилась очень глубоко и в каждой из европейских стран достаточно индивидуально. Но именно она начинает складывать вот этот вот узнаваемый образ еврея в любой ситуации. В еврейских источниках гораздо меньше изобразительных каких-то средневековых свидетельств. Но на любом изображении христианского художника мы еврея всегда отличаем по этим знакам. Другой очень заметный и отличительный знак – это вот эта еврейская шапка. Или, как их называли, юденхуд. Их точно так же носила большая часть Европы достаточно долгое время. Другое название – юденхуд, буквально еврейский колпак. Они были, опять-таки, посмотрите на картинку, разные в разных странах. Но отличительные, что этот странный, достаточно нелепый, но совершенно неудобный головной убор, который заметно отличает еврея в толпе. А еще они к тому же были и ярких цветов. Самые популярные – желтые и красные, бывали и другие. И одно из названий этого головного убора, латинское название, буквально – это пилиум карнатум. То есть надеть на рога. Но, опять-таки, мы помним, что мы страдающие на Средневековье. И те, кто придумывает этот отличительный знак на полном серьезе, убеждены, что у евреев растут рога. Ну, во-первых, почему-то евреи ходят в шапках. Даже тогда, когда все остальные шапки снимают, наверное, они что-то прячут. Ну и, кроме того, мы видим множество изображений Моисея с рогами из света. Мы знаем про эту ошибку, как за трудности перевода, когда еврейское слово, которое правильнее было бы перевести как луч, было переведено как рога. И вот эта ошибка перевода обусловила ту самую христианскую иконографию, где лучами света, похожими на рога, а Средневековье изображали такими рогами иногда Моисея, подсказывает, что главный еврейский вождь, он, конечно, был рогат. Ну, опять же, давайте вспомним Микеланджелоство, где Моисея, у которого как бы очень такими невесовыми завитками волос, прически эти рога обозначены. Ну, вот такой вот колпак, который нужно надеть на рогах, то есть некий рогатый головной убор, чтобы показать, что евреи все-таки, конечно, они ходят по нашим улицам, но все-таки они какие-то другие. Другие в смысле, опять-таки, в очень средневековом смысле. Чужие, потому что есть свои, а есть чужие. И если мы обозначили, кто свой, кто чужой, то уже в этом мире ориентироваться гораздо проще. Именно вот в этих остроконечных шапках евреи попадают в том числе на огромное количество памятников христианской иконографии. Вот внизу вы видите миниатюру из рукписи, где сатана искушает евреев сделать золотого тельца. Они его как раз и сделали. Вот это вот заимствование, когда уже складывается иконография евреев в христианском искусстве, ее охотно используют и еврейские художники. Перед вами, наверное, иллюстрация одного из самых красивых средневековых манускриптов, которые вообще известны. Это так называемый Макдзор Ротшильда. Макдзор – это сборник молитв, литургических гимнов на Йоми Кипур, а Ротшильда, потому что Ротшильды выкупили и несколько поколений владели этим бесценным манускриптом. И здесь сцена дарования завтра на горе Синай, и мы понимаем, что еврейский художник следует вот этому уже узаконенному стандарту, как изображать евреев. Автор этой миниатюры прекрасно понимает, что во времена Моисея вот эти вот юденхуды не носили. Но чтобы было понятно, это закон средневекового искусства, вся толпа евреев изображена в этих сороконечных колпаках. И Моисей, который принимает скрижаль, тоже в сороконечном колпаке. Только Аарон будет в папской теаре, но он же был первосвященник, он первый первосвященник в коем году. Поэтому у него будет такой же головной убор, как у предстоятеля католической церкви, чтобы было понятно. Ну и поскольку мы очень скромные, то женщины мы не будем рисовать и, как сказать, натуралистично, а женщины будут нарисованы с головами птиц и животных, с кошечками, птичками и так далее. Вы прекрасно знаете про ряд памятников, рукописных манускриптов в Средневековье, где люди не нарисованы в еврейских книжках целиком. Так называемые птицоголовые года, и таких книг довольно много. Отчасти люди, но не до конца, чтобы не было похоже на иголослужение и буквально изображение человека. Ну вот Макзори Ротшильда только женщины изображали такими заоформленными. Так что вот эта вот традиция каких-то знаков, она уже подсказывает, что много-много-много столетий евреев передевают вне их желания. Евреям остается только полюбить то, что на них надевают, и воспринимать это вынужденно, но так складывается традиция, частью собственной идентичности. На самом деле не только в христианском мире происходит эта история, она происходит и в мире исламском. Более того, в мусульманском мире эта история начинается гораздо раньше, в VIII веке. В исламском праве, в шариате, для евреев есть вполне конкретный, изначально с основания ислама прописанный статус для евреев. Это так называемые зимни вместе с христианами люди Писания. То есть не неверные, которые могут либо быть обращены, если их изорит свет разума, либо уничтожены, а некое промежуточное состояние. Младшие братья, старшие братья, если по хронологии, то есть не просвещенные последним пророкам, но все-таки люди Писания. Вот к этой категории по воле пророка Мухаммеда относятся христиане и евреи, потому что на самом деле у автора этой религии очень уважительное отношение к предшественникам. И более того, мы знаем из истории ислама, что у Мухаммеда был один из его родственников, владевший евритм, который был для него переводчиком еврейских книг. Мухаммед внимательно прочитал еврейские и христианские источники, чтобы эти же идеи пересказать своему народу на своем языке в понятный и адекватный миру и цивилизационной ступени развития, чтобы это было актуально. Так что этот статус прописан. И с одной стороны, статус Зимми, он благотворен для евреев в исламском мире, он разрешает торговать, он очень четко оговаривает, например, налогообложение. Но с другой стороны, этот статус тоже будет подчеркивать, что это люди несколько второго сорта. Потому что в любой из стран местный правитель добавлял к этому порядку правил, которые граничивают Зимми и в частности евреев, что-нибудь, чтобы показать, что все-таки это не первый сорт людей, не такие, как мусульманы. Ну, самое популярное запрещалось Зимми ездить на коне. На коне только можно ездить мусульмане, но Зимми пусть ездить на осле, на муле. Или, например, запрещалось носить зеленый цвет. Самый главный, эмблематический, сакральный цвет для культуры ислама. Вот все остальные цена носите, а этот не носите. То есть всегда была какая-нибудь мелочь. И вот в восьмом веке появляются законы, которые говорят, а вот пусть Зимми, как все-таки чужие, будут отличаться одежды. Законов этих очень много. Вот начав с Калифа Багдада, с Харуна-ль-Рашида, появляются законы, которые придумывают, как изобразить что-то. И начинают точно так же с нашивок и с нашивания каких-то знаков. Ну, самые известные древние знаки, которые до нас дошли в описаниях, это нашивки на одежду. Например, христиане должны были нашивать символ креста, евреи должны были нашивать символ золотого тельца. Или в других странах евреи носили на себе знак осла, а христиане знак свиньи. Ну, потому что евреи и мусульмане свиньи не едят, христиане едят, пусть они будут со свиньей. Да, ну, какие-то законы были совершенно уже издевательскими и чудовищными. Особо отличился египетский шейх в X веке, который обязал евреев, христиан выходить из дома с большим деревянным полуметровым крестом на шее, а евреям просто носить трехкилограммовую гирю на шее, когда они выходят, и держать ее руками, потому что особо не похожи с гирей. Были множество таких странных, умизительных законов, например, о том, что еврейская женщина должна выходить в обуви разных цветов, в туфлях разных цветов, с подвешенными к одежде бубенцами, чтобы все оглядывались и так далее. Да, вот это вот тоже все происходит, но вот сейчас картинки из, наверное, одной из самых толерантных в исламском мире истории евреев. Это, конечно, османская Турция, в которой складывается опять-таки цветовая символика, и евреи с издревле отличаются желтыми тюрмазами. Вот такой прекрасный купец века XIX на гравюре справа, век XVIII и, может быть, даже изображение постарше на этой маленькой акварионе. То есть евреи, живущие в Османской империи, прекрасно опять-таки интегрированы в местную жизнь, занимаются торговлей, путешествуют по Средиземному морю, осваивают рынок, уважаемые, но отличаются одежды. Уже пора начать замечать, что желтый цвет встречается и в христианском, и в еврейском мире, и в исландском мире, как отличительный знак, с какой-то завидной постоянкой. Ну, попробуем найти потом этому тоже ответ. Среди занятий евреев в Османской Турции, кроме купечества, кроме торговли, была еще одна такая еврейская монополия, это, конечно, медицина. Потому что много-много-много поколений в Турции, если говорится врач, это знак равенства еврей. Если еврей, то знак равенства врач. Потому что, например, все придворные врачи-правители были потомственные, причем врачи это были евреи. Это очень ценилось в Турции, не Турции, а в Османской империи. И опять-таки на любого потребителя должен быть свой рынок, свой сегмент рынка. Нижнее изображение довольно забавное. В нашем понимании попытки прочитать коды одежды, оно очень познавательное. Что на нижней картинке? Это врачи. Врачи в Османской империи отличают высокой шапкой. Профессиональная униформа. Но разные врачи будут в шапках разного цвета. Что делают врачи на рыночной площади, где-нибудь в центре города? Врачи собираются и ждут, когда к ним придут клиенты. И хорошая конкуренция. Врачей много. Ты можешь выбрать, какой врач будет лечить тебя или твоего близкого. Каким образом? Ну, надо спросить о цене. Можно спросить диплом в рамочке, где ты учился. Можно просто посмотреть, кто тебе будет импонировать. Но тут же есть еще и сеансы экспресс-диагностики. Вы видите бутылочки. Это не что иное, как экспресс-анализ мочи. Мы помним, это главный в былые времена способ диагностики. Ну, скажем так, научно-обоснованный, доказательный способ диагностики. Как бы приносишь баночку с выделениями больного, смотрит через нее на солнце. По консистенции, цвету, оттенку, запаху и вкусу начинают предполагать, что же произошло с больным. Какой врач будет убедительней. Вот того мы сейчас поведем. Обсудим заранее до визита гонорара, поведем его домой к больному. Так работает биржа врачей. А вот теперь смотрим ситуацию. Что здесь есть? Мы видим три врача. Мы видим покупателя этой услуги, тот, кто нуждается в враче. И мы видим, что он в желтом тюрбане. То есть на ярмарку врачей пришел еврей. Вопрос, какого врача он захочет найти. Конечно же, захочет найти в первую очередь еврея. И естественно, цвет шапок, то есть это будут отличаться, например, зелеными шапками мусульманские врачи от красных шапок еврейских врачей. Это все как бы дресс-код, который срабатывает и работает и в еврейском мире, и он понятен внешнему миру. То есть это начиналось с целью навести порядок в мире. И это работает много-много-много столетий. История на самом деле, можно сказать, что она достаточно много позитивного. Но вот теперь к вопросу о желтом цвете. Почему же желтый цвет? Потому что именно желтый цвет начинает связываться с еврейством, он становится цветом вот этого негативного отношения к чужому. Не могу сказать в исламе, почему появляется, почему именно желтый цвет такой акцент. Но вот в христианском средневековом искусстве, когда складывается символика цвета, то желтый цвет в европейском христианском эмблематике, он, во-первых, отличается от золотого. Мы знаем, что в очень многих странах Востока желтый – это синоним золота, поэтому этот цвет богатства, власть императора, божества в христианской средневековой символике нет. Золото и серебро отдельно, а желтый – это цвет апостола Иуды Искариота. Цвет предательства, затаенной какой-то опасности. И вот это вот то, что, может быть, не знаю, как давно вы живете в Штатах. Помните ли вы? Постсоветские бытовые обычаи. Желтые тюльпаны, вестники, разлуки. Нельзя дарить желтые цветы. Это к измене или к предательству. Вот это все ведется, вот это какое-то настороженное отношение к желтому цвету, вот оно складывается тогда, в христианское средневековье. И есть ли перед вами прекрасная, известнейшая фреска Джотто, предательство Иуды, где главным пластическим камертоном будет этот желтый плащ Иуды, вокруг которого строится вся композиция. Ну и если нужно придумать какой-то цвет для евреев, какой? Пусть будут, они же иудеи, то есть дети Иуды, христианские читатели, не будут разбираться, в честь какого Иуда евреи сами себя так называют. Никто не будет вспоминать Иуду, основателя старшего Зената Теколена, будут вспоминать Иуду из второго тома, про которого недавно читали. Ну или точнее батюшка в церкви рассказывал. Да, поэтому как бы все евреи, это дети Иуды из Кариота. Склонные к предательству, обманные и так далее, и так далее, предавшие Бога, не принявшие Новый Завет. И вот эта история будет тянуться очень долго, потому что Средневековье растягивается не по историческим меркам, а настолько, сколько люди мыслят по Средневековью. Рядышком с Джотто, да простит меня Джотто, образцы пропагандистских плакатов. И главный пропагандистский фильм Третьего Рейха «Вечный жид», вот он выходит с этими желто-черными афишами. И сам фильм воскрешает вот этот миф средневекового страха конспирологический про зло, который живет рядом с нами, про неисправимо других, то есть неисправимо чужих евреев. хороший, талантливый, снятый пропагандистский фильм, который действительно внушает каждому его посмотревшим мысль о том, что эту опасность можно преодолеть, только уничтоживая. И одним из очень важных и действенных инструментов это обращение к ставшему архетипическому и дремлющему в европейском человеке вот это вот представление о том, что еврей с большим носом, он по-другому одевается, и он, конечно же, желтый. Удивительным делом вся та же самая визуальная риторика, она повторяется, например, в Советском Союзе, вот в таких антисионистских, антиизраильских плакатах, которые рассказывают нам, что антисионизм – это расизм, что скованы звенья одной цепи, доллары магендовят. Речь идет про Израиль. Почему опять все желтое? Потому что устоявшаяся символика, что евреев надо обозначить желтым цветом. Вот тут мы зафиксировали, что вот эти представления со Средневековья, они определяют не только одежду, они определяют наше представление о евреях внешне и отчасти представление евреев внутри себя. Потому что, например, когда Тодор Герцель издает первый сионистский сборник, он делает его в желтой обложке и говорит, это желтая обложка – память о тех нашивках и юденхудах, которые европейские евреи носили много столетий. И даже зарождающийся сионизм отвечает на вот эту сложившуюся символику. Но самое главное, самое страшное и, может быть, самое великое воскрешение этого Средневековья – это, конечно же, желтая звезда Холокус. Мы помним, что она возникает в Польше в 1939 году. И на всех до начала европейской оккупации уже были придуманы самые разные варианты знаков для того, чтобы отмечать евреев. Но именно комендант одного из польских городов, который сделал желтые звезды с надписью «Юда», он наиболее гениально воскресил эти средневековые мифы, которые просто дремали и ждали, пока будут извлечены. Сочетание символа, цвета, того, что это не нарукавная какая-то повязка, как пытались сделать на каких-то оккупированных территориях, потому что были разные знаки, были бело-голубые полосы, повязки, были голубые треугольники и так далее, и так далее. Но вот желтая звезда – все это покорило весь оккупированный мир. Практически во всех оккупированных странах был обязательный закон о ношениях евреев на шивок на одежда. Мы знаем и помним огромное количество совершенно трагичных историй. И мы понимаем, что желтой звездой 6 миллионов евреев ушли в вечность через трубы крематорий. Но для евреев это тоже становится в эти годы национальной одеждой. Каждодневной, которой привыкаешь, которую перестаешь замечать, которую перестаешь стыдиться, которую, может быть, носишь с внутренней гордостью. И в любом случае знак, который не останавливает твою жизнь. Множество есть фотографий счастливых, смеющихся детей с желтыми нашивками. Потому что жизнь все равно жительствует, и жизнь победит все. А я больше всего люблю вот эту фотографию свадьбы, потому что оккупация оккупацией. Звезды-звезды, но люди по-прежнему женились. И мы видим на фраке модного красивого жениха, в день свадьбы он не нарушил оккупационный закон, и на его свадебном костюме тоже нашита желтая звезда. Нашита она и у невесты, мы просто не видим это за букетом. Желтая звезда – это не только свидетельство трагедии Холокоста. Это одна из причин, по которой этот символ стал понятен всему миру. Желтая звезда Холокоста – голубая звезда сионизма. И во второй половине XX века вот эта шестиконечная звезда, она уже ассоциируется только как еврейский символ. Причем, наверное, символ, ставший сакральным для тех, кто чтит эту память. Неважно, еврей или нееврей. Это, наверное, самое необычное переодевание. А мы помним, что мы все-таки говорим о Пурине. Ну вот вам еще одна из… Попробуем посмотреть, еще раз поменять ракурс нашего взгляда на еврейскую идею. Наверное, это одна из самых известных фотографий с желтыми звездами, одна из самых известных фотографий Второй мировой войны. И точно самого известного советского фотографа. Евгения, а на самом деле, Нахума Халдея. Фронтового фотокорреспондента, который прошел войну от первого до последнего дня, который снимал Парад Победы, который снимал Нюнбергский процесс. И я очень люблю эту фотографию, потому что мне довелось застать Халдея живым. Для меня это такой определенный герой детства и юности. И эту историю, этой фотографии я слышал непосредственно из его уст. История сделана при освобождении Бухареста. И Евгений Халдея рассказывал, что он заметил вот эту супружескую пару, захотел их сфотографировать, но они попытались спрятаться. Потому что жители оккупированного города, жители еврейского гетто, они не обязаны по форме отличать, кто здесь немец или освободитель. И Евгений Халдея сделал то, что сделал бы любой еврей, видящий еврея, когда они от него убегают. Он вслед стал кричать «Шмай Сраэль». Тогда они удивились, вернулись, начали с ним разговаривать. Он сказал, что город освобожден, нацистов нету и звезды можно снять. Они не поверили. И тогда, опять-таки, как рассказывал Халдея, он сделал этот снимок и сорвал с них звезды. И тогда они, наконец, поверили, что город освобожден. Эта история, эта фотография совершенно правдивая и замечательная, но сейчас будет другая совершенно история. Давайте посмотрим. Мы с вами эксперты по одежде сегодня. А что не так с одеждой у этих двух людей? На всякий случай, у меня перед глазами чат. Если у кого-то очень быстро появится версия, можно будет написать. Но поскольку, возможно, запоздание при интернет-трансляции, то долго ждать не буду ответов. Начнем рассказывать. Обратите внимание на застежки. Почему у мужчины и у женщины застежка на одну сторону? А, ну, конечно, в условиях войны жена надела пальто мужа. Нет, обратите внимание, и у него, и у нее застежка на женскую сторону. То, как мы сейчас говорим, на женскую сторону. То есть правая пола находят на левую. Что это за парадокс? А потому что очень долгое время в Восточной Европе, до середины 20 века, евреи сохраняют свои обычаи одежды. И один из них – это застежка на правую сторону, на мужской, на женской одежде. Потому что она освещена какой-то символикой, и потому что это отличает евреев от других, даже в мелочах. И для евреев это всегда очень важно. Не только окружающий мир придумывал евреям, как одежда отличится от нееврейского мира. Евреи придумывали такие же маркеры всю свою историю. Я очень люблю историю, известную притчу, когда к одному хасидскому цадику приходит такой уже, эпикойрос уже просвещенный, с обритой бородой, отучившийся в университете, бывший его, как сказать, односельчанин. И этот просвещенный еврей с некой иронией спрашивает у мудреца, скажи, Ребе, а как одевался пратец наш Авраам? И посмотрел мудрый старец на этого прекрасного, модного, красивого, бритого, хорошего в костюме еврея. Сказал, ну ты, наверное, хочешь, чтобы я сказал, что Авраам ходил в Бекеши, в Штраймле, как мы ходим. Нет, я не думаю, что он носил в Штрайме, но я очень точно знаю, как он выбирал себе одежду. Авраам смотрел, как одеваются неевреи, одевался иначе. Вот этот принцип, он действительно работает в еврейской одежде, потому что если даже костюм такой же, как у всего окружения, что-то должно быть другим. Вот это символика застежки, потому что есть определенные философские представления о сакральной географии человеческого тела, и правая сторона, она ответственна за все хорошее, левая ответственна за другие качества. Есть отдельные карты, как распределяется разум и интуиция, как распределяются намерения и действия. Но самое главное, это еще и символика и милосердия, и справедливости. А в любой ситуации про это все молитвы судного дня, когда мы обращаемся к Всевышнему как к судье, мы просим его быть справедливым, но милосердным. То есть, конечно, все должно быть по справедливости, но к нам еще, пожалуйста, милосердия чуть больше, чем справедливости. И вот эта надежда, что милосердия будет больше, чем справедливости, это когда правая находит на левая. Поэтому очень долго евреи сохраняли. Если это шил еврейский портной, а не куплено в магазине, то он сошлет, конечно, это традиционно. Когда стали покупать городское население пальто, готовое в магазине, перешли на общеевропейскую застежку. Так что даже эта фотография рассказывает немножечко другую историю. Ну, смотрите, карнавал бывает абсолютно разным. Бывает карнавал, когда на тебя нашли желтую звезду. А бывает карнавал, когда у тебя пальто. Немножко по-карнавальному не так, как у твоей соседки. Вот эти знаки и маркеры одежды, они срабатывают не на уровне выточек, кроя и швов. Они срабатывают на уровне восприятия. Как это воспринимает зритель, этот месседж, или не воспринимает, если ему это не нужно, если это направлено к своим. И что имеет в виду носитель этой игры. Вот эта история еврейского костюма совершенно замечательна. Потому что оказывается, что все, что мы считаем еврейским, это набор маркеров. Самый известный маркер, выживший до сих пор, типа с традицией покрытия головы, тоже не является изначальным. Потому что до сих пор никто не может сказать, почему появился Кипа. Мы понимаем, почему это уважение к Всевышнему. Чтобы не светить голым нагота в еврейской этике, она неприлична не потому, что стыдна тому, кого увидит голым, а потому что я не хочу смотреть на то, что я не хочу. То есть это оскорбительно по отношению к тому, кто видит наготу. Поэтому по отношению к Всевышнему мы должны быть одеты. Если Бог где-то сверху, то значит обходится покрытой головой. Это самое глубинное этическое объяснение. Потом гораздо сложнее что-то на себя. Вся еврейская религия – это религия действия. Сделай что-то. Не просто помни, а сделай. То есть подчеркни свое уважение к Всевышнему, надев атрибут. Но вот тут начинаются споры. Потому что кто-то говорит, что традиция покрытия головы становится еврейским обычаем в Римской империи, когда знаком свободного гражданина является непокрытая голова, а голову покрывают только рабы. И евреи как бы показывают, что мы будем ходить с покрытой головой, потому что мы рабы, только не римского императора, а отца нашего небесного. Другие говорят, что наоборот, это совершенно другой обычай. И евреи начинают ходить, чтобы отличаться от нееврей. Но самое удивительное, что этот обычай не такой древний, как запроведи Библии. Это не обычай Тора. И повсеместном, и однозначно понимаемым, традиция покрытия головы и ношение типа становится только с 15 века. И еще с 15 веке европейские хроники сохранили совершенно удивительные для нас сегодняшних комментарии, когда рассказывают про каких-то известных проповедников, которые путешествуют по еврейскому миру. Например, говорят, Рэбби такой-то посетил наш город с визитом и молился в синагоге по палестинскому обычаю с непокрытой головой. То есть молился так, как принято в Святой Земле с непокрытой головой. Потому что до 15 века евреи еще спорят носить кипу постоянно, носить кипу среди неевреев, а дома можно ходить как угодно, либо наоборот, ходить только у себя дома, а на улице ходить так же, как у всех. Вот этот обычай обрел свой смысл только начиная с 15 века в общееврейском мире. Потому что это маркер. Маркер можно находить все угодно. Если опять-таки ближе к Пуриуму, давайте посмотрим, насколько разнообразен костюм евреев, в частности, Персидской империи. Перед нами персидская еврейская миниатюра, прекрасный жених и невеста. Невесту зовут Рахель. Жениха зовут Шлома. И это такие же героевые персидской лирики, полностью адаптированы к персидской культуре, в частности, не только костюмом, но и канонами красоты. Юноша прекрасен, строен, слагает серенады, подыгрывает себе на струнном инструменте Уде, а его возлюбленная невеста готовится к свиданию, то есть наводит красоту. Что самое главное для персидской девушки, еврейки или нееврейки? Канону красоты мы видим те же самые. Но есть у персидской девушки три проблемы. Первое, никаких шансов, что тебя будут считать красавицей, и никаких шансов на замужество, если ты худая. Потому что худая, значит, бедная, больная, что-то с тобой не так, поэтому до сих пор в Иране практикуется диета, которую девочку откармливает, чтобы она была равномерно, красива во все стороны. Полнота – это критерий красоты. Ну, а если не очень сработала диета и поправиться не удалось, опять же, для чего нужна мода? Это, чтобы скомпенсировать недостатки фигуры. И если у фигуры есть недостатки, то надо надеть больше шальваров со складками, несколько нижних юбок, просторную одежду, чтобы казаться большой, то есть красивой. Вторая проблема – это, конечно, смуглая кожа, потому что, если у тебя смуглая кожа, ну, значит, бедная семья, нет денег на прислугу, отправили дочку, она обгорела под солнцем в огород. Поэтому лицо должно быть набеленное и, опять-таки, поможет мода, то есть мейкап. Ну, а третье – это, конечно, брови, потому что брови должны быть красивые, ровные, заметные издалека, желательно сходящиеся на переносице, потому что, если брови другие, ну, это вообще просто неприлично. За спиной будут шутаться, вы увидели, что у нее с лицом, у нее брови, как у мужчины. Потому что так складывается в иранской культуре, что символ и критерий мужской красоты это должны быть тонкие, раздельные брови, а красота девушки и женщины бровь должна быть большая и, желательно, единая. Вот именно этим занимается наша еврейская невеста Рахель. Перед ней стоит чашка с тюрьмой, в руках у нее зеркало, и она рисует себе большую, красивую моно-бровь. И это еврейский костюм. И это тоже еврейский костюм, потому что это бухарские евреи. Евреи, которые не просто живут в Средней Азии, а которые на протяжении, ну, примерно, пяти столетий это одни из главных, как сказать, резидентов Великого Шелкового Пути. Потому что чем занимаются бухарские евреи? Ну, все евреи занимаются торговлей, а вот бухарские евреи занимаются торговлей тканями, коврами и золотом. Это те люди, через руки которых многие поколения проходят самые драгоценные ткани мира. И, естественно, они свой костюм делают очень похожим на окружение, он узбекский, только гораздо шикарно. И вот это накопление внутри еврейской культуры в Средней Азии, вот этого культа, роскоши, профессионального умения разбираться в тканях, оно создает, например, вот этот вот церемониальный халат жениха. И до сих пор в Средней Азии, в любом из государств, в Узбекистане в частности, жених поверх светского костюма наденет на свадьбу расшитый золотом халат, но только бухарские халаты, это самый лучший бархат, еще расшитый золотыми нитями, на какой-нибудь драгоценной подкладке, халат на халат и так далее. Обратите внимание на прекрасную пару. На фотографии слева там есть прекрасный маркер времени, узенький галстук-селедка, такой с теляжей. Это 50-е годы, это фотографии сделаны в Тель-Авиве, в Итальенах. То есть это бухарские евреи, которые переезжают в Израиль, но на день свадьбы ты наденешь. Никакая современная мода не сравнится с тем бухарским халатом, который я привез с собой. И нет ничего лучше, чем бабушкины золотые украшения. Да, в моде всегда будет то, что не выходит из моды. И это, конечно, некие такие текстильные драгоценности. Но при этом мода придет, и вот вам тоже бухарские евреи, они будут следить за международной модой. Конечно, у них под платьями шаровары. Конечно, никакая европейская шляпка не заменит традиционную какую-нибудь шапочку, которую носила бабушка, но мы за модой следим в начале 20 века, потому что мы видели, что все носят кружево, бантики, платья на кокетке, и вообще в Европе в моде клетка. Мы сейчас сошьем себе модные европейские платья, только мы сделаем их из самой лучшей натурального шелка, хрустящей тофты. То есть вот эта смесь азиатского и европейского, смесь традиционного и модного. Это всегда замешано будет в еврейском костюме, потому что еврейская женщина всегда посмотрит, что есть вокруг и выберет из того, что есть, то, что мне подходит. Вот такие парадоксальные сочетания в еврейском костюме будут в любом поколении. Османской империи, 19 век, вот такие роскошные, расшитые с золотом бархатные роботы. На самом деле это самые модные платья, скажем так, заката династии Каджаров. А потом они выходят из моды. И когда что-то выходит из моды, евреи будут носить это еще 200 лет потом. Таких случаев очень много. То есть когда сами турки перестают носить эти платья, потому что они вышли из моды, евреи делают это национальным костюмом. И более того, доводят до абсурда. В чем смысл и престиж этого платья? В том, что оно очень дорогое. Это бархат, расшитый золотом. Значит, еще престижнее какое, где будет больше бархата и больше золота. Платье, которое будет вышито сплошь и которое занимает больше места. Поэтому уже забывают про очертания женской фигуры. Эти роботы становятся похожи на такие чехлы для рояля. Показать, какой муж у меня хороший и богатый. И вот в таком виде это носится даже в конце 19 века. Это вот как раз на фотографии стамбульская еврейка в этом красивом платье. Когда у тебя появляется такое дорогое предмет одежды, текстильная, она обречена, она никогда не видит из моды. Потому что не выходит из золота и бриллианты, и какие-то накопленные сокровища. С этим надо как-то жить. Есть прекрасные фотографии. Судя по прическе, это уже 20-е или 30-е годы 20 века. И мы видим, что платье это трансформируется. Юбочка покороче, какой-то силуэт. Да потому что бабушкино платье можно разрезать и сшить из него три платья для внучек. Хватит. А когда это платье уже никто не будет носить, это драгоценность, ее можно пожертвовать синагогу, и из нее будет сшит порохит, занавес для Ковчега Завета. Здарственная надпись. То есть это вещи, которые будут циркулировать в еврейском мире. И вот таких еще переходов. А это тоже карнавал. Смотрите, одно платье несколько раз меняет свой контекст. Оно родилось как турецкое, сменилась мода, оно стало еврейским, сменилась мода, прошло несколько поколений, а потом оно вообще стало синагогальной религией. Вот такие тоже бывают приключения с еврейским костюмом. Ну, вот еще замечательный пример, как может смешаться все, что угодно в еврейском костюме. Это Индия. Это костюмы как раз тех самых загадочных индийских евреев. И по своему виду это, конечно, платья арабского, такие распашные платья арабского образца с огромным лифом. Но мы смотрим на европейскую моду, а в Европе в 19 веке модно тюрнюру, такой приподнятый зад платья. То есть арабское платье с европейским тюрнюром, но еврейка не будет как-то так вот акцентировать такое арабское декольте. Но кроме того, мы в Индии, а в Индии есть замечательная вещь, она называется чоли. Это тот самый топик, без которого не носится сарик. Ну, либо, говорят современным языком, это бра. Познакомившись в Индии с чоли, еврейские женщины, конечно, знают, для чем им это нужно. Индианка будет носить это на показ, как к одежду. Еврейка превратит это в нижнее белье, потому что каждая женщина хочет пуш, и каждая хочет ап. Это удобно. И вот мы видим, смотрите, фотография слева сверху, как раз самый красивый, расшитый топик. Его никто не будет носить на показ, его будут носить для того, чтобы сформировать грудь, закрыв тонкой муслидовой из скромности рубашкой под платье арабского покроя с европейским тюрнюром. Все вместе мы это назовем еврейский традиционный костюм, общины в Индии. Вот так вот еврейские женщины накапливают и берут все, что угодно. Вот как раз к вопросу об индийских евреях, фрагмент свадебной церемонии, какие-то традиции еврейские, какие-то индийские, например, нанесение защитных рисунков хной невесте на руки и ступни ног. Естественно, если мы живем в Индии, то мы будем ходить в саре, но все прекрасно знают, какой цвет традиционный для цвета одежды индийской невесты. Конечно, красный с золотом, символ жизненной силы, символ торжества, но для евреев по еврейской символике цвета красный не несет никаких положительных качеств, потому что красный ассоциируется не с величием, героизмом или царственностью, а красный ассоциируется с кровью, соответственно, с животным началом. Красный ассоциируется с грехом, войной, смертью, то есть с некими как бы низменными проявлениями человеческой цивилизации, ну и кроме того, с развратом. И красный цвет – это один из тех, который не рекомендуется и считается неприличным носить приличные еврейские женщины по нормам цниюта, то есть скромности, и достоинства. Поэтому красным не будет, и в Индии складывается традиция у индийских евреев, что цвет невесты – это сари зеленая, нежность, юность, с начала новой жизни, с розовой или оранжевой или шафранной полосой. Вот как мы видим на фотографии слева. А справа уникальная еврейская сари. Она уникальная, потому что она белая. Почему? В Индии вы прекрасно знаете, белый цвет – это цвет траура. И белые сари – ну это то, что может быть надето только на похороны, знак трауры. Почему появляется такая сари? К началу XX века в Индии огромное количество христианских общин. И индийские христианские невесты, которые идут под венец, они меняют восприятие белого цвета, потому что, конечно, каждый хочет сказать свое заветное «Аиду перед алтарем» в белом платье. Белые сари приобретают в христианских индийских общин другой смысл, как свадебный костюм. Индийские еврейки, живя рядом с христианами, видят, что христианские невесты выходят замуж в белом царе, думают, как оригинально, сколько можно по бабушкиной традиции выходить замуж в зеленом. И делают себе, то есть это, смотрите, как бы маленький локальный на несколько поколений традиции. Мы говорим про многоступенчатое заимствование. Мы говорим о том, что это сари, традиционная индийская одежда, которой несколько тысяч лет. Но при этом мы говорим про то, как складывается контекст еврейского костюма. Индийский костюм, который был заимствован евреями, потом поменял значение, потому что мы заимствуем контекст у христиан, а в зертоке мы получаем оригинальный еврейский костюм. Да, такие переодевания и карнавалы могут быть многоступенчатыми. Ну, а что говорить про Штраймул, про те самые знаменитые лисьи или куньи или бобрины или даже цеболинные шапки, которые отличают до сих пор хасидов. Изначально это шапка польских паров. Это шапка, которая отличала в польском государстве, в речи посполитой знатного гражданина, а евреи эти шапки изготавливали. И, естественно, никто не позволял их носить. И только в тот момент, когда для польской элиты это выходит из моды, евреи, которые много поколений делали эти шапки, начинают их носить. Как только вышло из моды, евреи это надевают и не снимают 200 лет. 300 лет уже. Да, потому что эта шапка становится главным маркером хасидизма. Эти шапки делались сначала, конечно, все хотели сделать, как у польских панов, но не у всех на это были деньги. Среди еврейских профессий есть не просто скорняки, была замечательная профессия, которая дала фамилия Шмуклер. Шмук, одно значение слова Шмук, это обрезок лоскут. Шмуклеры, те, кого звали шмуклерами, собирали обрезки у скорняков, потому что любой хитрый скорняк смачивал квасом, растягивал на доске, но старался шкурку при обработке увеличить хотя бы на несколько сантиметров. А потом при крое естественно заказчик не забирал обрезки, все эти обрезки накапливались, их скупали шмуклеры, сортировали по сортам и дальше искусство от бедности, и сшивали обрезки так, чтобы это выглядело как настоящий единый мех. Огромный ювелирный труд от бедности, чтобы сделать мех второго сорта из лоскутков. Именно шмуклеры придумали, что можно делать штраймлы практически из чего угодно, из хвостиков. И одни из самых дорогих знаковых штраймов сегодняшнего мира, хасидских, которые делаются из 18 хвостов лисицы, потому что 18 это гематрия слова хай. Мы должны понимать, что хвост лисицы это на самом деле то, что при любой из корняк это брак. Из него нельзя ничего сшить. Сшить можно из основной шкурки, а хвост можно отдать евреям. Он ювелирной точностью разрежет хвост, вывернет его, сошьет 18 хвостов, зачешет, напугает лисицу, чтобы она стояла дымом, и начешет, чтобы было завернуто в нужную сторону. Вот само искусство Штраймов это тоже искусство в его основе заимствования, а потом это доведено до совершенства. Штраймовы были бедные, Штраймовы были и богатые. Два портрета моего любимого еврейского астрийского художника Лисидора Кауфмана сделаны как раз в Ашкенатском мире. Лисидор Кауфман ездил в Моравию, в Польшу, он застал Атлантиду уходящего Ашкенатского хасидского мира, пока он еще не эмигрировал, не был уничтожен Первой и Второй мировой войной. И он ведет в частности на этом прекрасном мальчике Штраймов как минимум Саболиной. Это наследник династии цадиков, будущий глава общины, потому что Штраймал обычно надевает в первый раз в жизни жених, а поскольку Штраймал сегодня стоит порядка 5000 долларов, это вещь дорогая, может быть, это занятый Штраймал, это может быть дедушкин Штраймал, и, кроме того, Штраймалы хранятся, может быть, с того самого 18-го, очень дорогая вещь, а в хасидской культуре вещь, которая принадлежала уважаемому дубочистимому человеку, она воспринимается как реликвия, это отдельное митцва, отдельное благословение когда-то на свадьбе в одежде руководителей или потомков, или наследников хасидской династии. Так что вот как складывается традиция ашкенадского костюма. Но если уж мы говорим про переодевание, я прежде чем рассказывать про традиции собственно горяпуля, мы расскажем про самое удивительное переодевание, которое я знаю, я очень про него люблю рассказывать, про то, как евреи переоделись в Святую Землю. На этих двух картинках, это почтовые карточки начала 20-го века, мы видим евреев в Иерусалиме, и вот мы понимаем, что у стены плача, у Котоля это абсолютно ашкенадские евреи в белых руках, в черных лапсердаках приехавшие столицы, а вот евреи Иерусалима на фото как-то гораздо экзотичнее, что-то у них все сразу в одежде и непонятно, что их одежда значит. Это уникальный памятник вообще, как сказать, лестементарной идентичности, скажем так, который называется Иерусалаем Кафтан, Иерусалимский Кафтан. История эта относится к 1812 году, как раз в России война с Наполеоном, а в Палестине на тот момент очень четкое разделение старого Ишула, старого поселения, то есть поселение, которое было до возникновения государства Израиль, это три основные общности. Это палестинские евреи, то есть те, кто жили здесь всегда, если какая-то катастрофа, то уходили, например, в Вавилонское пленение, потом возвращались все равно обратно, то есть это люди прекрасно ассимилированные в восточный мир, которые говорят на арабском языке, со всеми торгуют, ладят с турецкими властями, а потом будут ладить с британскими властями, это люди, которые здесь дома. Второй пласт старого Ишула, это, конечно же, Сефарда, когда появляются Сефарда, 15 век после изгнания из Испании при короле Фердинандии и королеве Изабелле. Они тоже живут здесь давно, они тоже прекрасно выглядят и говорят и прекрасно знают правила восточного мира. А вот самый поздний шух Ашкенадский, и Ашкенадский самая главная его волна была как раз из России, это были хасиды, в 18 веке им уже становится тесно в России, они преследуются, как еврейское рудиозное меньшинство, как секта, не принятые в том числе официальным раввинским и в том числе если уж бежать, то куда? Конечно, святую землю. Святой земле выходцам из Восточной Европы не очень везет, они не понимают, как работает этот мир, они не говорят на этих языках, и они не знают, кому дать взятку, с кем подружиться, они покупают землю, оказывается, что она уже на этот момент продана, они берут займы, оказывается, что налоги выросли, процент вырос, то есть они все время оказываются в каких-то фронтичных ситуациях, и в конце концов они оказываются выселены мусульманским правительством, и шкеназам запрещено жить в Иерусалиме, они не имеют права там торговать, они имеют права прийти купить, а если они хотят что-то продавать, они должны отдавать палестинским евреям или сефардам в свой товар на реализацию. Именно по этой причине складываются несколько ашкеназских городов. Цфат – это не только город каббалистов, это город фестивалей клизмерской музыки, это один из самых ашкеназских городов Израиля, потому что там жили, там можно было жить ашкеназом. Твери и еще много-много-много каких-то вот таких городов ашкеназских, и они оказываются таким же местечком, где пахнет чесноком, селедкой, где все сидят на голове друг у друга, и в 1812 году начинаются проблемы в этих маленьких и очень сильно перенаселенных городках ашкеназских начинается эпидемия холеры, потому что источников воды мало, а слишком перенаселенная община. И под угрозой истребления понимают, что надо расходиться, надо как-то расселяться, и вновь говорит, ну куда, куда, куда переселяться, здесь уж переселяться, давайте в Русалиме. Но в Русалиме ашкеназом жить нельзя. Дальше появляется совершенно авантюрная идея, а давайте мы переоденемся в Сефарду. Давайте мы сделаем одежду, турки глупые, они не знают, они не отличат Ладина от Идиша, давайте мы сделаем такую одежду, чтобы все турки подумали, что мы Сефарды. Но только так, чтобы по внутреннему своему содержанию эта одежда была настоящая шкеназская и хасидская. По преданию, один портной за одну ночь придумал этот костюм, сшил первый образец, потом его скопировали в семьях, и в этих костюмах евреи вышли. И, как ни парадоксально, шалость удалась. С 1812 года шкеназы живут в Русалиме. Что же это за костюм? Он выглядит действительно как какой-то халат турецко-арабского типа, но он сшит его гематр как сказать, он сшит из 26 лоскутов ткани, которые являются гематрой одного из Мин Всевышнего. При этом каждый из кусков ткани, каждая из, причем одна деталь лишняя, она не нужна конструктивно. Она нашивается внутри, символизируя мезузу, потому что этот костюм как дом, в котором находится еврей. Кроме того, главное полотнище одно неразрезанное, на плечах нет шва, поэтому это встроенный внутрь талит, к которому мы захотели, могли бы предделывать кисти цицит. Кроме того, каждый из деталей одежды кроится не по аршину, а отсчитывая количество полосочек на этой ткани. Ткань всегда была дамасская, сейчас те, кто носит эти костюмы, получили в связи с войной в Сирии полным уничтожением огромного количества ткацких фабрик частных. Ткань, которой пользуются с 1812 года, ее нет. И пришлось ехать, по-моему, в Египет с образцами старых кафтонов и просить сделать ткань с точно таким же размером полосочки. Будничный вариант черно-белый, прачечный вариант бело-золотистый. Когда кроится каждая деталь, отсчитывается нужное количество полосочек, естественно, ее, это число, это гематрия одного из землянцев. У этого костюма очень много секретиков. У него рукава разной длины. Естественно, правый рукав длиннее, чем левый. Этот костюм асимметричный, и правая пола у него больше, чем левая, и ниже, чем левая. Но когда ты его надеваешь, этого не видно, потому что он надевается по ткани. Естественно, правая пола надевается налево, а рукава подворачиваются под твой рост, и тоже становится незаметно, что они разные. На каждом есть маленькая галочка, вырез, и ткань положена таким образом, что, ну, кстати, обратите внимание, логика не как в мужском костюме, в пиджаке на основной части, на груди полоски идут вертикально, что логично, а на рукавах они поперек, пиджак сшили бы тоже. Простите, вертикальная полоска, это символика тоже, потому что вертикальные полоски символизируют ремни головного филина шильярош, которые спускаются таким образом, а поперек рукава это филин шильяр, который наматывается поперек. Галочки на рукавах образуют, когда завернешь, то полоски на этих галочках, полоска на самом рукаве образует букву шин. буква шин на левой руке символизирует букву шин на филине, который надевается на левую руку, а на правой руке символизирует молитву Шан-Май Сраэль, которую мы читаем «Закрыв глаза руками». То есть, это некий костюм, текст, гениальный по своей символике, абсолютно искусственный, то есть, это произведение искусства, то, что это было придумано за одну ночь, да, это костюм, который живет своим правилам, он не принадлежит к какой-то конкретной общению, его имеют право носить хасиды самых разных групп и поколений, если эта семья живет в Иерусалиме с 1812 года. Так что, вот вам пример, как евреи переодели для спасения жизни, и это тоже отразилось в истории еврейского гардероба. Сама же вот вам как раз современное ношение Иерусалима Кафтона. А вот то, что касается традиции пуринского переодевания, то здесь, конечно, тоже есть ряд вопросов, когда же она началась. Перед вами рисунок известного еврейского жанра художника германского Мориса Аппенгейма. Это первая половина 19 века, который оставил очень много картинок бытовой повседневной еврейской жизни, праздников, событий. И вот как раз пурим в начале 19 века в Германии это самое старое изображение режения, которое я нашел, потому что на самом деле эта традиция евреями заимствована с европейского маскарада. Не просто европейского, а естественно итальянского. И не просто итальянского, а самого древнего венецианского, и самого богатого традиции. Что такое венецианский карнавал? Самое итальянское слово карнавале прощай мясо. Это масленица, это последняя неделя накануне Великого поста, которая становится некой разрядкой и развлечением, и пиршествами, и музыкой, и шоу, чтобы потом начался Великий пост. И это очень важная часть карнавального, маскарадного законов бытия, который в Венеции потом ношение масок делает каждодневным обычаем, потому что все ходят по одним и тем же улицам, каналам, и сохранить инкогнито при встрече без свидетелей, тайном свидании и даче взяток, это помогает. Но карнавал это некая особая реальность, особая реальность, когда попираются законы, которые... карнавал состоится только если мы все будем делать наоборот. Переодевание, бедный может одеться богатым, нищий может одеться царем, царь может затеряться в толпе, мужчина может одеться женщиной. Все то, что является рамками каждый день, мы нарушим это на некий период празднования, сделаем мир наоборот. Для чего? Для того, чтобы те рамки, которые у нас существуют, мы ценили еще больше. когда карнавал кончится. Это все прекрасно подходит под символику Пурима. И познакомившись с карнавалом, живя в Венеции, а вообще в Италии, три главных итальянских карнавала, римский, венецианский и неаполитанский, с разными масками, с разными традициями и так далее, их потом начали им подражать все страны Европы, вплоть до России, то есть как бы в 18 веку мода на повторение, на франшизу итальянского карнавала, она охватывает всю Европу целиком. Эстетика, барокко. Но евреи знакомятся с карнавалом примерно в 15 веке, начиная с 15 века, это итальянская традиция становится и еврейской. переодевание маски. Почему? Потому что сама символика Пурима это то, как говорят по закону сказки перемены участия. Мы ждали, что все будет плохо, но вместо катастрофы произошло праздник, вместо казни триумф. Кроме того, история, что все в этом представании в Микелат Эстер все выдают себя не за себя. Эстер еврейка и об этом до поры времени никто не знает. Например, Мордехай оказывается спасителем своего врага, враг хочет показаться другому благодетелем и так далее. Все прямо создано для маскарада. И в то же самое время евреи начинают разыгрывать пуримшпили. Самый старый еврейский театр пуримское представление и пуримшпили изначально разыгрывались во время пуримской трапезы для развлечения, потом стали разыгрывать их за деньги, потом стали ходить в Восточной Европе и вообще в Европе актеры, которые собирались и играли в пуримшпили, они ходили примерно так же, как к ледовщике на Рождество. По разным домам исполняли свою программу и получали какое-то денежное или продуктовое вознаграждение. В Петербургском этнографическом музее, который стал один из лучших обладателей лучших еврейских коллекций, наверное, в Европе, начиная со самых старых коллекций Семена Анского, основателя еврейской этнографии, потом и в советское время туда ряд этнографических материалов поступал. там есть замечательные как раз по исследованию народного еврейского театра зарисовки, как же выглядели типажи основные герои пуримского представления где-нибудь в галицийском местечке. Ну, из того, что Бог послал, из цветной бумаги, из каких-то странных чудных костюмов, каких-то нарядов делалось, делались эти простые костюмы, разыгрывались по мотивам Мегелат истер простые сцены. И обратите внимание, карнавал позволяет еще и гендерную трансгрессию. Единственный день, когда не зазорно мужчине надеть женскую одежду и наоборот, что тщательно запрещено, строго запрещено нормами с неюз и скромности. Но, например, женщине как-то совершенно неприлично было в XIX веке играть на сцене, естественно, и истер, и вашки исполняют парни. Вот в таких костюмах с большими сапогами. Вот такие сцены. И, кроме того, в том же самом этнографическом музее существовала очень интересная этнографическая экспозиция, созданная в 1920-1930-е годы, которая, в частности, показывала народный театр с подлинным предметом. Все эти вещи сохранились на антропоморфных манекенах. Вот как раз такая сцена побивания Амана Амана мы узнаем по треугольной шапке. Есть мидраши, что он ходил в треугольной шапке. В разные поколения треугольную шапку изображали как угодно. В XVIII веке, естественно, изображали как треуголку у капитана Джека Воробья. Вот такая бумажная треугольная шапка, и мы понимаем, что в этой сцене перед нами Аман. Вот именно так, опять-таки, через некое заимствование и наполнение заимствовано собственным смыслом, собственным контекстом в еврейскую культуру входит и театр, и традиция режения, и, собственно говоря, карнавальные действия. Во все времена всегда смотрели, как же, что бы взять у соседей, как бы позаимствовать, но так, чтобы не вовред еврейскому содержанию. И самое удивительное, то, что дает кульмские традиции, происходит, конечно, в 20 веке и уже в Израиле. Самый замечательный карнавал, который заново сделан по новым правилам, это адлояда, который проводится традиционно в Тель-Авии. Адлояда впервые была проведена в 1912 году. Никакого государства Израиля еще нету, но все его предвещает и в молодом городе Тель-Авиве в 1912 году проходит первое уличное карнавальное шествие на Пурин. Название адлояда буквально пока не различит одно от другого. Это араминское выражение, которое как раз оправдывает заповедь религиозного алкоголизма в Пурин. В Пурин принято выпить вина, а когда спрашивают, а сколько выпить, до тех пор, пока не сможешь отличить проклят Аман до благословен продыхать. То есть надо упиться до состояния, что ты не можешь отличить главного злодея от главного положительного героя этой истории. Опять же, это закон маскарады. В этот день мы должны нарушить принятые нормы, нарушить то, что мы считаем хорошо, чтобы во все остальные дни года более всего ценить это. На самом деле все традиции Пурима, они такой же механизм, как традиции шаббата. Мы в шаббат делаем много действий, а еще больше не делаем чего-то. Для чего? Чтобы сделать этот день особенным, чтобы показать, что само протекание времени отличается от шести других дней недели. Вот в Пурим мы все нарушим, что можно нарушить, поменяем норму поведения только на один день, чтобы больше ценить нашу повседневную жизнь. Пурим в Пуримское шествие и карнавал Адлояда, который с 12-го года проходит в Толь-Авиве, естественно, название, кстати говоря, надо сказать, сама традиция карнавала Адлояда, во-первых, она очень демократичная изначально, потому что это не что-то спущенное, это некие тель-авивский энтузиазм, который специально охватывал наиболее широкие слои публики, то есть само название для фестиваля выбирали из 300 заявок и победило название Адлояда, которое предложил Исаак Берковец, выходец из России, писатель и переводец, это первый переводчик Шалома-Алейхима на еврей в Израиле, то есть он известен тем, что он перевел всего Шалома-Алейхима для книги и делал приложение его пьезы театра в Тель-Авиве. Значимые герои Адлояды это, конечно, самый легендарный мэр Тель-Авива Меев Безенков и, конечно же, барок Агадати, основатель, театральный деятель, танцор, основатель того самого явления, которое мы называем «Израильский танец», который и цинический, и танцевальный, и социальный. Бару Хакадати, уроженец Бессарабии, Борис Каушанский, приехав в Палестину, становится очень заметной фигурой, он понимает, что это место, где надо делать новое. Он делает новый танец, делает новую школу танца, он объединяет классическую хореографию с элементами фольклора, причем самых разных выходцев из самых разных диаспор, и в результате он становится автором вот этой самого парадоксального ювейского танца, который заучивается сейчас с помощью текста, танец-текст, потому что набор, один и тот же набор сочетания движений, взятых из хореографии разных выходцев из разных общин, может быть нанизан на песню, и все, кто учит современный израильский танец, учит на это движение столько, на это слово такое движение, на это слово такое, поэтому даже если вы идете по Тель-Авивской набережной, звучит знакомая мелодия, как бы толпа отделяются пары, они так становятся вкруг и танцуют танец, как будто они репетировали всю жизнь, а потом-то эта группа рассыпается на следующую популярную мелодию, в хорошо слаженные танцы объединятся другие, это как раз Борох Агадати, изобретатель этого явления, ну и кроме того, Борох Агадати становится главным художественным руководителем, вдохновителем Аглояды и многих-многих других пуримских ивентов, пуримбал, например, в Тель-Авиве. Аглояда живет очень долгое время, да, и она как раз расцветает при Агадате и Дизингофе, потому что Дизингоф, мэр Иерусалима, он тоже очень по-итральски, во-первых, за безопасность, а во-вторых, все должно быть организовано. При Дизингофе это становится муниципальным мероприятием. Нужно подавать заявки, они все рассматриваются, не может быть никаких выступлений, которые оскорбляют религиозные чувства, потому что это этика Тель-Авива, мы светские, мы передовые, но мы никого не обижаем. Ну и опять же, Дизингоф говорит, что Дизингоф делает запрет на использование пиротехники, хлопушек, фейерверков и так далее, потому что это опасно в толпе, ну и кроме того, лучший способ скрыть выстрел, это, конечно, фейерверк. Мы знаем это по детективу Магата Кельсия. Да, Дизингоф запрещает использование любой пиротехники на этих маскарадах. И, естественно, эти маскарады становятся политическими, они, ну, начиная с того, что политические, становятся традиции, что Аглояду открывает Дизингоф, который едет на коне верху. Не знаем, кто это придумал, Дизингоф очень любил верховую езду. Некая ассоциация с Мордыхаем, которую ведут, да, и мэр города в несвойственной себе, несерьезной роли, да, а потом стали делать ростовую куклу Дизингофа, а теперь на бульваре в Тель-Авиве стоит памятник Дизингофу из этой самой ситуации, да, Дизингоф на лошади открывает Куримский парад. Памятник бронзы сделан по фотографии, которые вы видите слева вверху. Что же показывали на маскараде Аглояда? В 1927 году был самый конкурс маскарадных костюмов, выиграл костюм под названием «Уравновешивание зарплаты клерка в правительстве Палестины», который представлял из себя изображение дворца британского комиссара Августа Виктории на горе Скопус. Некая социальная сатира против британского мандата. В 1933 году самым популярным событием Аглояда становится кукла Гитлера. Гигантская ростовая кукла на платформах с табличкой «Убей еврея на шее» и в окружении окровавленных евреев, которые плетутся рядом. Это вызвало огромное негодование немецкого консула, который обратился к кому? Он обратился, конечно же, к Дизингофу. А Дизингоф сказал то, что мэрия не руководит контентом, а предоставляет свободную площадку для выражения общественного мнения. И это в нашей национальной религиозной традиции. Дизингоф сумел ответить немецкому консулу. Но вот эта тема наступающего фашизма, она обыгрывалась постоянно на всех шествиях. Но кроме того, для естественно, для молодого Тель-Авива была очень популярная тема иврит на маскарадных костюмах детских и взрослых. Собственно говоря, здесь костюм только в иронии и в юморе, который понятен, если мы читаем это на иврите, и если мы это читаем в 20-е годы. То есть, нужно понимать контекст этих костюмов. А вот платформа как раз с гидрой, покрытой драконом, покрытым свастиками, это шествие, которое относится к 30-м годам антифашистскому. Таких было очень много моментов. В одном из шествий, например, шла колонна, наряженная к Куцкланам, это был такой месседж выступления Тель-Авива против расизма в США. Это было про освоение новых территорий. Во-первых, еще первые годы всегда была некая генеральная тема этой демонстрации и разные группы, вузы, школы, компаний, танцевальные школы делали свою группу, платформу, некое высказание на заявленную тему. Аглояда просуществовала до Второй мировой войны, потом на нее просто не хватало денег, и было не до этого, а традиция Аглояда была возобновлена в 50-е годы, в 55-м году, и потом из маленького тесного Тель-Авива, там уже желающие проходить по улицам, не умещаясь на всего лишь нескольких бульварах Тель-Авива, это было перенесено в пригород, в Халон, где проводится ежегодно и по Сибири. Ну и кроме того, вслед за большой Тель-Авивской Аглоядой такие парады стали проводить в многих городах. Очень красивый, интересный Хайфе. Хайфе город в принципе студенческий, потому что в Хайфе это инициатива студентов, и, например, в Хайфе был первый проведен архитектурный маскарнавал, естественно, силами студентов-архитекторов, которые придумали какие-то немыслимые костюмы, ну, а теперь до сих пор в Хайфе каждый университет выставляет свою колонну и пытается всех удивить. Что еще придумал Бороха Гадати, так это первые израильские конкурсы красоты. Бороха Гадати проводил, Бороха Гадати при всей его харизме абсолютной популярности, Бороха Гадати это, конечно, такой человек эпохи возрождения, потому что он был не только танцором, он успел, это один из первых израильских киноактеров, который успел отметиться в кино, в игровом, общественный деятель, и очень многие упрекали Гадати в коммерциализации его культурных проектов, но на самом деле Гадати это еще великолепный менеджер культуры. Это один из пень, если мы будем говорить, что израильское искусство началось с Бецалеля, то управление израильским искусством началось с Бороха Гадати, это прекрасный арт-менеджер был, все к чему он прикасался. И он проводил так называемые «Пуримбалы», кроме общедоступной Глояды, который главный стал «Дзингов», то все-таки были проекты, которые приносили деньги, достаточно коммерческие «Пуримбалы», которые проводил Бороха Гадати, и под эти «Пуримбалы» он придумал первый конкурс красоты. Эта идея, она, конечно, приходит из Америки. В Америке, когда у нас первый, в 1920 году первый конкурс красоты, если я правильно помню, в Атлантик-сити, а уже через год выбирали «Мисс Америку». То есть за один год конкурсы красоты, сама идея покорила Америку, и из каждого города, из каждого штата уже свою красавицу отправляли на общенациональный конкурс через год или через два. все говорят, что эта идея нееврейская. Как это можно, чтобы смотреть на женщину, еще выбирать, это не скромно и вообще для женщины нового типа, которая живет в Тель-Авиве, это немыслимо. Боруха Гадати оппонентам говорит, извините, а с чего начинается Милат Истер? Это же конкурс красоты. Ахаширос собирает претендентов невесток, да, и долго кто-то выходит во второй раунд, кто-то в третий, да, как бы, неважно, что детственницы в империи стало меньше, у нас очень важная задача, мы находим, ищем новую идеальную жену нашему правительству. То есть, по сути, это конкурс красоты. И Боруха Гадати говорит, давайте мы будем каждый год выбирать красавицу Тель-Авива, нашу собственную царицу Истер. Первый конкурс, который был проведен, он, как бы, Боруха Гадати пишет правила, но они каждый год практически нарушаются. Потому что нужно было регистрировать участниц, Боруха Гадати придумал, что 50 рекомендаций у каждой участницы претендентки должно быть, а первая победительница две фотографии слева выиграла, даже не зарегистрировавшись. Долго не мог понять, кто такая Лила Ташкаров, но на самом деле это Лили Черткова, иммигрантка из России, Ашкенаска, жена Тель-Авивского доктора, которая была красивой, зеленоглаза, которая просто пришла на этот бал, и вся публика сказала, хотим ее царицей Истер. Она даже не регистрировалась на комплекс. В 27 году известна сефардская красавица Рикетта Шлуш, а в 28 наверное самая известная история из тех этих красавиц Бороха Гадати, вот ее вы видите на правой фотографии, это Цепора Цабари, уроженка Йемена из Йеменской общины. Девушка, он как бы Бороха Гадати написал то, что правила конкурса, что претендентка на роль царицей Истер должна быть не замужней. Лили Чердкову была замужем, просто так захотела публика. А вот это была вдова, это 19-летняя вдова из Йемена Цепора, во-первых, она была отдана замуж по воле родителей в 12 лет, в 19 лет она уже успела стать вдовую. Она работала разносчицей молока на одной из тель-авивских фабрик, у нее был ослик, она развозила бидоны, и, в общем-то, бедная семья, которая не видела ничего хорошего, а девушка больше всего на свете. что может любить тель-авивская девушка в 19 лет? Кино, кинематограф. Она мечтала быть киноактрисой, вообще, для нее красивой жизнью это было только кино в Тель-авиве. Она развозила на острове бидон, и одна увидела афиши и подумала, что была, не была прямое участие в конкурсе. И пока она неделю развозила молоко, она просто собрала 50 рекомендаций от достаточно уважаемых своих клиентов. Подала заявку Бороха Гадате, пришла в офис, принесла заявку и выиграла этот конкурс. Для конкурса у нее даже не было красивого платья. Она рассказывала, что она купила 3 метра шелка по полтора цента, и 3 дня вместе с матерью шила платья. Но именно этот образец экзотической йеменской ориентальной Мизрахим красоты это в третьей победительнице самое известное. Но на этом истории Золушки не кончается, потому что конкурс проходил в один день, а коронация должна была быть как раз в Пурим. И к моменту коронации продолжаются истории, умирает отец Цепоры. цепора сидит в глубоком трауре. Она не может принять участие в этой церемонии. Бороха гадать и не успокаивается, он собирает совет раввинов, и главный сефардский раввин говорит празднику быть. нельзя отложить ради исполнения скорби по самому близкому человеку радость вот этого пуримского чуда обновления. Потому что наше веселье, наш маскарад, наша радость в Пурим это не просто ради нашего удовольствия, это не очень понятная нам сила, которая действительно освещает и улучшает этот мир. Главный сефардский раввин говорит иди, потому что настоящие царицы не позволяют себе скорби. Настоящая царица всегда на работе, это твоя работа. Надень на себя черный платок, но будь царицей. И мы видим фотографии в день коронации цепора в черном храурном платке, но уже и в национальном традиционном йеменском костюме, когда Бороха гадать, вот он с ней рядом в восточном халате Абровом и бабочки очень понтово. Вот он как раз ведет и сопровождает третью коронованную королеву 28-го года. Призов не было, модных контрактов не было, денежных премий не было. первые королевы получали большую керамическую вазу, сделанную в Академии Бецалель, возможно, из рук Дизенгофа. Вот фотография справа как раз цепора с вазой, которую ей подарили. Крайне нужная кладезь союз. Дальше еще было развитие истории, потому что с 29-го года у этого конкурса появляется своя корона. Корону делает мастер Академии Бецалель в стиле йеменского традиционного ювелирного искусства в Кане, но при этом с аллюзиями на шкенавские короны, которые надевают на свиток Торе, сердечками, скрижалями, созвенящими колокольчиками ее автором становится ювелир Хаэм Исраэль Бар Авраам Граф. В йеменской традиции сделано. И эту корону успели надеть 29-го года по 31-й она переходила ежегодно от претендентки к претендентке. В 29-й год королевой становится Ханна Палани, вот ее везут в автомобиле, да, как раз такая ашкенасская из знатной богатой иерусалимской семьи, чтобы показать такую европейскую ашкенасскую красоту. Потом в последующие годы была, ну, последняя, справа, это последняя королева красоты, это 31-й год, это Мирьям Блюменфельд. 30-й год обошелся без конкурса, потому что возник огромный скандал. Вот весь этот конкурс Бороха Гадати, против него выступают не только религиозные авторитеты, в 30-м году против него очень сильно выступили феминистки. Очень странно, когда феминистки объединились религиозными авторитетами в единстве своих мнений против Бороха Гадати, но феминистки как раз Тель-Авива заявили, что конкурс красоты унижает женщину, потому что ее оценивают как товар. Но так или иначе просуществовал до 30-го, 31-го года этот конкурс и совершенно парадоксально истории этой короны, потому что в 31-м году конкурс кончился, она пропала, при ней никто ничего не знал. В 1974-м году ее приносят неизвестные в музей Тель-Авива и говорит, что я готов продать за 100 тысяч долларов. И отказывается рассказать, откуда у него эта корона, но все понимают, что это подлинная корона, ее встречают с фотографиями, написано, что это за корона, не клеймо мастера, и музей понимает, что это бесценные реликвии, истории, самая яркая история Тель-Авива, которую, конечно, надо в музей купить. Она и находится сейчас в музее Рецисрая. Денег нету, сумма огромная, и думает, что надо обратиться к самым старым, знатным, почетным семьям Тель-Авива, которые живут с самого начала и традиционно принимают участие в жизни города. И в итоге семья Шлуш выкупает эту корону для музея, а семья Шлуш это как раз семья потомки уже, естественно, в 1974 году, второй королевы красоты. Самый Рекет и Шлуш она умерла молодой, трагическая история, и по еврейской традиции лучший способ сделать память ушедшему предку, сделать что-то хорошее и на этом оставить подпись. Вот в память о своей, может быть, уже бабушке из 27-го года, которая один день ходила в этой короне, ее потомки выкупили ее для Толярихского музея. Вот такая история пуримских переодеваний, но сегодня, конечно же, и Адлояда, и другие локальные фестивали, это абсолютно израильский острая реакция на все, что актуально в ней. Там будет Эдеодор Герцель такой в образе красивого модного хипстера, там будет и, конечно, мета Барзелайк, это после Евровидения сразу образ, да, естественно, будут смеяться над ковидом, когда будет можно, как сказать, ковид не становился, как сказать, ковид не отменял пурим, но, конечно, массовых действий не было в Тольриве, в Холоне последние два года, посмотрим, что будет в этом, да, посмотрим, над чем будет смеяться Адлояда в этом году. И хочется пожелать, чтобы что бы не произошло, что бы не происходило с нами в нашей повседневности постоянно меняющейся, пусть всегда наступит тот момент, когда сначала мы найдем в себе силы и мудрость над этим посмеяться, а потом сама жизнь будет заставлять нас смеяться над тем, что нас тяготило. Спасибо большое, дорогие друзья, всем пуринского настроения, с радостью готов ответить на ваши вопросы, у меня перед глазами чат, можно бросать вопросы туда, ну или скажите как бы Игаль, Алина, как принято, озвучиваем, заканчиваем лекцию, говорим голосом. У людей сейчас есть возможность включить микрофон и задать вопросы, иногда пишут, иногда задают. Андрей, во-первых, большое спасибо, действительно, огромное спасибо за такую богатую ретроспективу, богатую картину истории еврейского костюма, они много говорить еще можно, у нас время, к сожалению, очень ограничено, поэтому, друзья, вопросы? Спасибо, спасибо, спасибо вам. Так, огромное спасибо, Андрей, потрясающее. Я хочу конкурсацию, чтобы у меня было больше возможностей видеть вас. Потрясающее, как всегда. Один вопрос, одну секунду. Собачку, да, да, да. Хулиган тоже воодушевил, очень понравилось, он молчал все это время, а сейчас решил сказать, что ему очень понравилось. Андрей, можно будет запись, можно будет посмотреть еще раз эту запись, потому что потрясающе, безумно. Друзья мои, все наши лекции записываются, и вам будет прислано, поскольку вы зарегистрировались, оставили ваш имейл, запись, так что, да, и все, кроме того, что будет запись вам на имейл, прислана, все записи наших презентаций есть на ютьюбе, каджека ченнел, и я еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы были бы очень признательны, если бы вы дали донейшен для поддержки наших, значит, линки у нас в чате есть, для поддержки наших дальнейших презентаций, и если вы хотите задать еще какие-то вопросы, уже вне рамок нашего времени, Андрею, вы можете послать мне эти вопросы, и я пересвлю это Андрею, перешлю потом вам ответы, или вам перешлю имейл Андрея, чтобы вы напрямую связывались, но мы можем продолжить, конечно же, наш диалог, поскольку у Андрея есть огромное количество безумно интересных тем, и наше сотрудничество. Спасибо большое, спасибо, Игаль, спасибо, дорогие слушатели, я с радостью буду. Аплодисменты, подписайте. Да, спасибо, и спасибо, Андрей, огромное спасибо, и мы ждем вас на внеочередную нашу встречу на следующей неделе, мы немножко нарушаем нашу традицию, и это уже будет репортаж, прямой репортаж, прямая передача из Киева от историка, известного еврейского гида, Яна Привородского, преподавателя еврейской школы киевской, который все это время сейчас находится в Киеве, и поделится с вами буквально всем тем, что сейчас там происходит. Это в следующий вторник, в 7.30 вечера, и я приглашаю вас всех. Друзья,